ребят всем привет и сегодня я хочу поговорить немножко о своих олеандрах ровно год назад и плюс еще месяц полтора назад я приобрела 5 растений по поводу цветения как цветут каким цветом не знаю это были саженцы довольно такие крупные взрослые не знаю сколько им там лет было у меня они уже год и у меня уже есть первые результаты для меня это конечно неожиданно потому что я думала что они еще там через год через два зацветут пока сформируются пока то все оказывается я узнала что они могут свести каждый год для меня это конечно в таком размере для меня конечно это было удивительно честно говоря в этом году я и не ждала цветение и что самое интересное я немножечко пропустила момент формирования самих кустов сейчас на данный момент их 32 я отправила в подарок светланочка привет если ты меня смотришь и хотелось бы узнать как ты там их укоренила как они себя чувствуют и я знаю что это больше уличное растение чем комнатная но также его и в комнате можно выращивать но единственное что на это тоже есть на него какие-то влияния то есть где-то чего-то не хватает или солнца или удобрение или перес перевалки или формирование то есть я еще ознакомлюсь с этими растениями покуда они у меня дома растут на улицу высадить нет возможности потому что я на 10 этаже живу у меня очень солнечная сторона сейчас я могу просто открыть окно солнцем достаточно с утра и до полного вечера практически тут солнца им хватает вот по поводу полива я стараюсь их не пересушивать стараюсь всегда держать такие слегка влажноватый грунт недавно я вот буквально весной четыре месяца назад их перевалила в новые горшочки вот но у этих горшочков очень две маленьких дырочки и считается как полузакрытая система а вот этот горшочек это вообще у меня для сыпучих был там одна единственная дырочка как иголочка правда проткнута дно но тоже считается как закрытая система поливаю я аккуратно вот потому что в транспортировочных горшках когда они у меня сидели очень быстро просыхали даже пересыхали я не успевала их поливать сейчас лето август месяц сегодня уже 4 августа 2023 года получила я их в 2022 году ну и первый самый самый скороспелый у меня получился розовенький я так понимаю что это полумахровый к сожалению чего-то не хватило многие бутоны осыпались и то ли сильно жарко было у нас еще очень резко было буквально две-три недели назад сильный перепад температур было сначала 35 38 потом резко до 19 упала штормяка такой был грозы дожди и ливни очень сильно похолодало потом опять на возрастную пошла жара и может быть в связи с этим бутончики сбросил но на два бутончика он все-таки нас порадовал один уже отцвел вот второй во всей своей красе распустился такой оригинальный для меня честно говоря это потрясающее растение мне очень нравится я в него действительно влюбилась как только увидела его цветение мало того еще и аромат очень сильный очень приятный я не скажу что он сильно навязчивый знаете но он вот везде по квартире и преследует тебя такой тонкий какой-то парфюм интересный элитный аромат это просто не передать словами знаете как вот непредаваемые очучения потрясающий олеандр я действительно в восторге единственное что мне кажется тут даже и слишком много для него света так как у него даже листики бывают подгорают хотя их притенение стоит и все равно как-то его наверно или горячий поток воздуха достает или все-таки солнышком где-то прибивается я еще в ожидании чуда цветение вот если кто мне объяснит вот это хочу узнать цветение это или нет будущее сейчас так камеру сфокусирую вот не знаю будет это центровушка цвести или нет вот здесь вот похоже как будет цветение что это снимаю сейчас я такая маленькая вот мне неудобненько снимать сейчас приближу вот здесь вот где-то я думаю что это второй вариант должен быть цвести каким цветом не знаю стволик очень сильно ярким стал светлый может быть желтым может быть белым будет цвести еще как бы под вопросом как на на каком же я увидела странное выделение это либо смолы вот я не знаю что это может быть наверно на вот этом вот растение вот здесь какой-то сок и он слюду напоминаю знаете как более такой вот и не смола как больше ну как застекленная какой-то жидкость и откуда она выделилась я даже не знаю вредителей нету вредители были только по приезду в самом начале и там была вишневая тля я если кто помнит первое видео я пошла на обработку на улицу обработала все потом еще один или два раза в промежутком 5-7 дней обрабатывала все больше вредителей нету никаких вот ну да скорее всего это будет цветение вот если сфокусироваться тут маленькие листики то что ко мне фокус теряется вот маленькие листики и тут тоже маленькие листики формируются то есть скорее всего будет наверное тоже цвести вот этот кустик вот этот кустик я предполагаю что тоже готовится цвести но единственное что он очень долго распускает очень долго может что-то в моей квартире чего-то ему не хватает чтобы зацвели сразу все бутончики которые формировались к сожалению не осыпались так жалко так жалко но он так классно цветет нежный очень красивый окрас цвет великолепный вот еще не жду вот эти два я в ожидании что какие сюрпризы не принят поднесут не знаю мне кажется что им все-таки жарковато и вот эта веточка еще под вопросом уже тоже процветет не знаю тут похоже что все-таки продолжение веточки идет и вот здесь еще не знала будет цвести это веточка или нет пока их не формировала оказывается цветение у них выпадает на лето сейчас поставлю на место и буду дальше продолжать с вами разговор то есть оказывается у них о фокусировка полос выпадает на лето цветение и вот август месяц я уже думала что и и не будет в этом году цвести мы с мужем поторопились уже щипнули верхушку здесь вот и там все мы вот еще на вот этой вот веточке тоже мы щипнули чтобы сформировать как-то крону но поторопились если б я знала раньше что цветение выпадает на август то я бы вообще кусты не трогала и может быть они раньше зацвели бы ну в этом году знаете как первый блин кома все-таки вот первое цветение мы все-таки на одном кустике дождались в дальнейшем я все-таки надеюсь дождусь оставшиеся двух и те два которые я подарила тоже я не знаю каковым каким цветом они должны цвести надо будет со светланочкой списаться и узнать у нее точно цвели или нет и как они себя поживают кстати сейчас я еще подзадумываясь если там нету дубликатов по цвету может быть себе попрошу черенки но уж очень действительно к сердцу припало это растение несмотря то что она ядовитое я могу сказать только одно у меня в квартире есть ядовитые растения я к ним отношусь очень очень аккуратно и осторожно поскольку я сама аллергик я прекрасно понимаю как с теми растениями себя вести то есть ну то что я олеандры вообще не трогаю они у меня как стоят так и стоят максимум что я подхожу это поливаю может перекручу другой стороной кстати их тоже действительно вокруг своей оси надо вертеть а потому что они смотрят в одну сторону к свету тянутся к солнечному и вот чтобы они не были обдобокими надо выкрутить все время одной или другой стороной то есть ворочать вокруг себя единственное вот у знакомого есть тоже олеандр у него растет он на улице в катке вовочка привет тебе огромный я сейчас о тебе говорю вот мне очень понравился твой кустик шикарно выглядит и у него листья вертолетом то есть более торчащий чем у меня у меня не поникшие к низу к земле смотрят может быть им действительно чрезмерно жарко может быть ну в общем я тоже еще в этом разбираюсь и с учетом того что я вот листик показывала до что он такой вот как перегревшиеся ну скорее всего все-таки либо пересвет либо чуть-чуть перегрев все-таки достает нас жара им в квартире дискомфортно циркулица воздуха у меня хорошая скажу постоянно у меня окна на проветривание открыты бывает конечно чрезмерной жары мы включаем кондиционеры ну сами понимаете уже 35 38 до в тени уже уже очень тяжело и приходится кондиционеры включать может быть из-за этих перепар температуры тоже самому растению очень некомфортно потому что я так понимаю если это уличное растение она привыкла к одному и тому же температурному режиму ну и все что происходит на улице это тоже для него как бы терпимо но в квартире скорее всего чего-то ему не хватает еще причина почему скорее всего вот видите веточки формировались они все время никак сформироваться не могут те которые более сильные они вы как выскочки знаете вот сформировалась успела вырасти сформировалась вот веточку успела вырасти и так везде а вот здесь вот где формировалась еще до того кустик когда ко мне приехал тут все никак развилка не может как говорится расстроиться раздвоится вот это веточки вот тоже веточки вот расстроились тройняшка такая вилочка появилась сейчас поверну нормально другой стороной чтоб можно было видеть вот тут серединке не появилась такой вот вот такой вот штучки вот это вот для меня загадка что это такое то ли цветение то ли будущая ветка центральная даже не знаю но пока есть еще погодю но она что-то на месте застыла как найти спящая почка вот спим вздремнули отдыхаем еще есть фрагмент акцент на то что очень сильно жарко вот видите повреждение идет она была так прикреплена к палочке и прилипла чуть пришлось и даже отдирать то есть и вот кстати даже видно повреждение что она прилипла и вот тоже такой же сок ядовитый видно выделялся как и там на веточках я показывала тоже коричневый хотя когда листик отдираю то у него молочный такой ядовитый сок идет но никак не коричневый может он просто когда веточки там сломались и скорее всего вот коричневая смола пошла ну сама жидкость самого растения что я могу еще добавить к этому всему после пересадки конечно же они раз в душе были в душе я их не балую вот кстати тоже еще сильная веточка такая вот прям стремительно вот одна и вот вторая все таки все таки наверно будут развиваться больше мне сказать и дополнить по этому растению нечего единственное что очень было бы благодарна вам за ваши комментарии и но не то чтобы советы а подсказки для меня как с ним дальше дома обращаться грунт универсальный я применила то есть ничего такого там не замудрила просто решила в универсальную землю посадить на дне естественно хороший в три слоя дренаж может чуть-чуть перлита добавляла там еще может мульчировала что-то там кору еще что-то то есть ну так без фанатизма я скажу вам сверху я даже не знаю укутывать мхом не укутывать там камушки не камушки я как-то без этого обошлась в принципе ему нравится все сегодня буквально я их поливала и все остальные свои комнатные цветы вот ну пожалуй вот все что я могу сказать как они себя чувствуют какие у нас красотки стали преобразились конечно вот по поводу формирования кроны я еще под задумываясь один у меня костик остался тройняшка пошла по верху то есть как пальма то есть голый ствол и пальма сверху здесь будет может быть шаровидное такое формирование верхушки и как деревом оставшиеся два у меня получается ну как кустовидные тут от снизу пошла двойняшка в принципе можно было бы их разделить и но я не хочу то есть я их так скрепила вместе и знаете как вот формирует сердечко сейчас покажу для свадьбы вот у меня получилось как формирование так еще бы загнуть а так внутри было бы сердечко вот но у меня здесь на второй веточке пошла тройняшка то есть вот это вот сейчас отсветет и ближе к осени или на зиму я здесь чекану то есть на том же уровне где здесь тройняшка пошла вот на этом же уровне где-то вот так вот чекану может попробую укоренить еще дополнительно посмотрим я еще не укореняла надо будет поиграться попробовать и третий кустик тоже у меня кустовой пошел то есть видите тут веточки 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 вверху вот видите я хотела формировать на одном уровне но немножко стратила то получается еще продлилась веточка и вот собирается цветение опять же таки вот оно цветет и где-то на уровне я срежу верхушечку уравняю так говорится с шансы двух виточек чтобы они росли параллельно но тут уже пойдет как кустовой то есть два у меня растения как кустовые один идет у меня штамповый или как его называют просто просто деревом уже пойдет аккуратненько и такое сформированное все и шарик будет только сверху формироваться крона но опять же таки посмотрим как он еще будет ветвиться потому что тут тоже пытаются вот веточки формироваться здесь не так но здесь там сам в общем где-то на развилках вот все-таки пытаются сформироваться веточки фокусировка у нас никак не хочет работать так ребятушки ну на этом я хочу ролик завершить еще раз показать напоследок вот такую замечательную красотку вот к сожалению солнышко уже ушло на то берег сейчас наверно на то окно перейду и покажу еще на солнышке вот на солнышке я могу его показать в более прекрасном цвете и тоже бутончик висит чуть-чуть утомленной жарой знаете вот прошлый бутончик торчал вверх он вверх смотрел а этот как немножко свисающий не держится такой красавец прелесть я очень этому рада мой какой классный знаете что напоминает аромат розовых пионов вот этих крупных красивых действительно садовых пионов вот мне почему-то ассоциируется аромат именно с пионами весенний такой бодрящий аромат все ребятушки хорошего дня отличного настроения до новых встреч пока пока пока